Ребят, всем привет! С вами Димас. И сегодня мы решили заморочиться, ну как бы заморочиться, сделать, так сказать, приправу, ее можно везде использовать. Заготовку, она куча денег стоит в магазине, безумно дорогая. Будет у нас помидор вяленый. Такие приправы, такой компонент ко многим соусам. Лучше использовать для этого помидорки, вот, сорт сливка. Ну, что-то подобное, чтобы они были продолговатые, не круглые. Также будем использовать специи орегано сухое, масло растительное и немножко соли. Посыпем. Для этого нам понадобится либо поднос, который входит в ваш конвектомат, в вашу печь, лист пергаментной бумаги, ну, как бы и все, и руки. Сейчас мы будем все это показывать, делать. Выпекать, запекать, сушить в нашем конвектомате. Делать все просто. Удаляете жопку, разрезаете вдоль и удаляете сердцевинку. Главное, самое главное, это вот наши семечки. Все. Как бы семечки, ну, можно использовать, если вам нравится, в салат, там, еще куда-то добавить. И также все последующее тоже вот надрезаем, убираем попку. Можете ее, допустим, вот так убрать. Как вам больше нравится, как вам удобно вдоль разрезать. И аккуратно. Можно с помощью ложки чайной это сделать. Ну, если ножик острый у вас, очень удобно будет. Раз, раз, семечки оставшиеся. Выковыриваете. Вот так у вас пусто получается здесь все. Вот, видите. Как бы если чуть осталось, не проблема. Покупных тоже остаются. И плотничком так укладывайте друг к другу. А, ну, вот, смотрите, вот мы все сделали наши эти томаты. Очистили семечек. Столько семечек получилось, вот, томатов. Может, не так плотно сделать, как бы это все от вас зависит. Мы так поплотнее решили сделать. И немножко соли добавляем. Прям чуть-чуть совсем присаливаем. Так, чуть присолили и сыпем наш ореган сухой. Кто не любит орегано, может и базилик. Кто не любит базилик, там еще любые специи. Ну, как бы, вот базилик, орегано, это отлично идет к томатам сочетается. Все специи доступны, везде подаются. И маслице немножко поливаем. Вот, и все, идем ставить нашу чудо-печку. Ну, вот, ребята, мы ее как бы поставили на 100 градусов. Вверх-вниз. Все нагревается. И ставим там нижнее, там верхнее положение можно ставить. Ну, соточка, я думаю, нормально. Пока. Потом можно убавить немножко, будет там 50 поставить. Чуть приоткрыть вот так, не закрывая полностью, чтобы у вас лишняя влага испарялась отсюда. Это же не конвектовать. Вот, ребята, ну, смотрите, вот у нас прошло часов, там, 5 примерно. Мы делали температуру от 50 до 100 градусов. Поняли потом, что можно было, как бы, реально 50 держать. Но время бы увеличилось, там, 6 часов, 7. По вкусу я попробую сейчас. И вот сейчас, как бы, попробую при вас. По вкусу вообще крутые. Потому что я минимум добавил соли и орегано добавил. Вот всё, масло растительное, не оливковое. Очень вкусные. При этом они не лежали ни в масле, там, какое-то определённое время. Да, они, может быть, чуть-чуть не выглядят, как магазины. Видимо, у них сорта, там, в Андалусии определённые. Но по вкусу мне очень понравились. Они мясистые получились, довольно-таки даже какие-то вот такие поджаристые, но при этом мясистые. Вот это, я думаю, из-за того, что у нас чудо-печка наша такая. Так что вот получилось у нас, наверное, с килограмма томатов. Такая баночка. Чуть-чуть примнённых. Как бы есть там свободное место. Я не буду это убирать. Наверное, что будем делать? Смотрите, целая баночка. Плотно не прижимали. Отличных томатов. Получилось, сейчас вам скажу, примерно с килограмма 250 объём. Ну, не грамм, да? И как бы мы ни в Испании, ни в Италии, мы и в России заливаем растительное масло. Если у вас есть хорошее масло, и вам не жалко, из оливок добавьте. Так что просто закрываем сейчас плотненько. И всё, и убираем в погреб, в холодильник. Мне кажется, даже не надо никуда убирать. Если вы находитесь где-нибудь, точнее, у вас нету погреба или холодильника, либо места в холодильнике нет, убирайте на полочку. Приготовили вот буквально полдня потратили. Прекрасные томаты вяленые. 300 рублей сэкономили. И мы будем счастливы даже одной баночке. А завтра поставим ещё, сделаем несколько баночек. Так что вот такой рецепт, простой достаточно. Чуть-чуть энергозатратный, как печь у вас работает. Но при этом приятный. Получается индетично испанским, итальянским вяленым томатом. Так что, кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Кто первый раз на канале, вам рады очень. Всем здоровья. Был Димас, оператор Антон. Всем доброй ночи. Пока-пока.